Друзья мои, сегодня у нас небольшой ролик. Я сегодня хочу показать, чем я сейчас буду заниматься в ближайшие две недельки, для того, чтобы вы понимали мое отсутствие в медиа-сети. Как только будет появляться возможность, я, конечно, буду выныривать, но сейчас я прям целиком и полностью погружаюсь в работу, которую мне надо сделать до сентября. Или мы попадем с вами на то, что у нас стены будут просто промерзать, отщелкнуться и пропасть. Ухожу, короче, в работу целиком. Ну что, ребята, вы готовы к безудержанному веселью на нашей стройке? Сегодня я закупился, завтра я еще поеду закуплю вот этого замечательного материала, и мы будем делать первый этаж. Проводку, штукатурку, подготовку и так далее. Еще, знаете, что я взял? Сейчас пойдем посмотрим. Я взял еще вот такие вот классные штуки, а это, ребят, заспойлерил немножко будущее видео. Купил трубогиб давно уже для образца, на металлобазу хочу заехать, купить трубы для будущего уличного шезлонга. И вот я взял, чтобы, короче, ну, сечения эти проверить, вот прям по вот этим вкладышам, чтобы точно попасть. Хотя тут для умных людей даже написано эти сечения, вон, одна, вторая, два, но, честно говоря, я в этом нифига не разбираюсь, поэтому я взял шаблончик, и по нему я приобрету трубы. И будем с вами делать подвесной шезлонг потом, позже, а пока я просто их куплю. Так, вот, что я вас пригласил-то? Я взял такую грунтовочку. Ай, блин, я забыл жука, забыл жука. Так, ну это не страшно, мы его сейчас съездим возьмем. Будем сейчас грунтовать наши стены, подготавливать их под будущую штукатурку. Пойдемте покажусь по проводке, чего я уже интересного наделал. Да, кстати, мне хотелось бы вам рассказать про кухню, это прям особая история будет про кухню. Смотрите, какая тема. Это вот эта кухонная зона будет здесь. Здесь, да, куча проводов, это еще не панацея, говорят, их обычно делают еще больше, это я, можно сказать, экономлю. Вот здесь у нас, вот видите, отмечено карандашиком, это будет остров. Если кто-то что-то хочет сказать против острова, пожалуйста, скажите это сейчас или не говорите никогда. Да, на этом острове я хочу установить варочную панель. Тянул я, короче, это три вечера, но с моей неумелой руки, люди, которые профессионал, наверное, делают быстрее, я не знаю, но уверен, что быстрее. Пока мне нравится, пока все по-умному, так в голове соображаю, что все на своих местах. Единственное, подумываю еще вот здесь розеточку добавить, возможно, вот в этом месте, там, кстати, для холодоса розетка. А вот здесь, может быть, еще тоже стоит поставить, ладно, решим позже. Так, все, пойдемте дальше таскать, все, у нас много работы, много-много работы, работы всегда много, это хорошо, когда много. Хуже, когда работы нет, а когда она есть, это прям прелесть. Для первого этажа я приобрел три рулона армирующей сетки, 15 мешков цемента и 20 мешков клея для чистого бетона. Если вы строите свой дом, приготовьтесь к тому, что вы будете и грузчиком, и прорабом, и строителем, и архитектором. Вот сейчас на кадрах перед вами Денис Грузчик, знакомьтесь. Пару слов про кухню, скажу, ребята, я лузер, да. Мой товарищ, один из наших подписчиков и зрителей, я хотел на варочную панель кинуть кабель сечением 3х4. Он мне говорит, Денис, это неправильно, не путай квартиру и дом. Если ты живешь в доме, то надо на варочную панель кидать 3 фазы. Поэтому, говорит, возьми 5х2,5 сечением кабель и замени его на свой 3х4. И это будет правильно, потому что возьмешь варочную панель трехфазную, и у тебя будет не 7,5 забирать киловатт при работе этой печки, а около 3. И проблем у тебя не будет. Но я, конечно же, запомнил цифру 5, но не запомнил цифру 2,5. Я взял кабель сечением 5х4. Короче, я могу поставить варочную панель, как на заводе. И у меня будет отлично приготовляться индейка к новогоднему столу. Молодец! Нам нужно больше клея для пеноблока, чтобы построить зикурат. Ребята, сегодня мы с вами испытаем возможности нашего прицепа. Может ли он провести 750 килограммов? Раньше мы испытывали его на 500. И он это мог. Сможет ли он 700 у нас притаранить? 750. Если вы думаете, что штукатурная работа – это дешево, то вы очень ошибаетесь. Ребята, как вы поняли, это пластификатор. То есть мы добавляем 1 к 3 вот этого замечательного песочка с углинок, для того, чтобы раствор был пластичнее. Но этого нам хватит прям на еще один дом отштукатурить. Всегда советую, советовал и буду советовать наносить грунтовку в два слоя. Наносите первый слой и после его полного высыхания наносите второй. Я всегда гоню от себя мысли о том, что строить еще и строить. Что эта стройка не закончится никогда. И, в принципе, отношусь всегда к стройке позитивно, потому что планирую себе на сезон конкретные работы. И знаю, что если я их выполнил, значит у меня все идет по плану. Но, друзья, когда я начал штукатурку, у меня руки опустились. Эта работа настолько требующая всех своих сил и возможностей, что становится немножко не по себе. То есть это единственная, наверное, из работ, где я реально устал, утомился. Но по мне это не скажешь, потому что я строю дом для себя. Хочу со стопроцентной уверенностью сказать, что строить одному немножко тяжеловато. Как минимум нужен один помощник. Два это, конечно же, идеал. Ребята, сразу хочу сказать важный момент. Когда вы протягиваете проводку, сделать фотографии это как минимум, но этого мало. В любой момент могут у вас удалиться с телефона. Рисуйте проект на листочке и отмечайте все расстояния от и до углов. Хотя, с другой стороны, если вы делаете ровно все параллельно и перпендикулярно потолку и полу, то у вас, в принципе, интуитивно все трассы проводки легко прослеживаются. И проблем с поиском проводов у вас возникнуть, конечно же, не должно. Если вы не укладывали провода, как я вот на этом кадре. Так, ребята, знающие, расскажите мне, пожалуйста, вот такой момент. Когда я делал кровлю, мне сказали, что надо обязательно ставить сетки такие, которые предотвращают попадание ос под кровлю. И тем самым осы не формируют там свои гнезда. Вот если бы я эту сетку поставил, вот скажите, вот это гнездо как бы там не расположилось? Я даже сейчас, честно, не представляю, кого убирать. Клей на стены можно носить двумя путями. Либо это ковшом набрасываете, как и раствор, либо намазываете вот таким мастерком. Мне было удобно, когда как. Если это были верхние части, я набрасывал, потом размазывал. Когда это было близко ко мне, или уровень глаз, то я намазывал просто шпателем. Самое важное, после того, как вы нанесли клей на стену, обязательно пройдите гребенкой. Раньше я использовал гребенку 8 мм, оказалось, что слишком большой расход клея. Я приобрел гребенку 6-мм, и расход клея уменьшился в разы. На адгезию это ни в коем случае не повлияло. Ребятушки, это нифига не просто. На самом деле все эти мероприятия... Я устал. Но получается очень здорово. Посмотрите. Это у нас кухонная зона. Так, я его не показывал свой супер-мега-джет. Никакой рекламы даже вам марку не буду показывать. Но суть в том... Это, конечно, отечественное производство. Суть в том, что раньше я делал все это дрелью, и совсем недавно я приобрел миксер. И я хочу сказать, ребят, покупайте миксер. Миксер это просто огонь. Потому что у него регулируется скорость, у него мощность, у него редуктор. Короче, я очень рад покупке. И прям стоишь, раньше этой дрелью... Она дурная, у нее не было этих напряжений и оборотов. Она просто включает, и... Короче, бешеная батарейка, которая разбрасывала... По ногам, по всему там телу, клочки раствора, капли, брызги. А эту штуку включил, потихонечку стоишь, как белый человек. Она работает, ты отдыхаешь, кайф. Ну, хоть я и говорил, что это там заключительная серия по штукатурке, когда еще делал второй этаж, я хочу сказать, что очень много моментов, которые я вам хотел бы донести сейчас по ней же самой. Поэтому, ну, извиняйте, кому не интересно, смотрите прошлые видео. Кому... Кто уже посмотрел прошлые, ждите новых. Но, к сожалению... Нет, а может быть, к радости. Я буду в ближайшие недели две штукатурить вот эти стены, и поэтому вы будете лицезреть мою работу. Так, вон ту часть я уже сделал, как мы видели. Буквально 3 секунды назад я начинал ее. Вчера я ее сделал, она вот так уже подсохла. Кстати, спасибо большое нашему зрителю, который из Германии написал в последнем самом видосе. Да, он написал о том, что сетку под клей не надо было делать, и я во многом с ним согласен. Он сказал, что это бесполезная затея, потому что цементный раствор все равно будет трещать. Если ты хочешь сетку использовать, то используй ее на финишном слое уже. И в этом есть толика правды, доля правды. И вы так же делаете, ребят. Но в моем случае я буду делать вот таким образом, как я делал сейчас. А если я увижу, что трещины такие глобальные, и мне они прям вообще не нравятся, я их боюсь, то я еще сделаю одну сетку снаружи. Но строим для себя, строим один раз, поэтому хочется сделать хорошо. Ну, переплачу я на эту сетку. Ну, ребят, ну вот на эту комнату ушло полтора рулона. Это примерно 1500 рублей. Не так уж меня сильно они задавят. 1500 рублей, я думаю, добавить, если вдруг я буду видеть, что... Если я даже буду делать фактурную штукатурку, подложка ее имеет такой прорезиненный слой, который имеет свойство растягивания. Поэтому даже если мелкие трещины будут появляться, то она их глотает. И поэтому я считаю, что эту сетку, в принципе, делать-то не обязательно снаружи. Но, но, если мы делаем какой-то другой вид штукатурки, то, возможно, она прям необходима. Там, например, караед. Так, по электрике. Опять, так же, как я вам уже и говорил, я не делаю шлейфом. Я делаю через распредкоробки, распаечные коробки. И в самом углу я делаю такую штуку. Задумка простая. Первое, это сигнализации, которые работают от электричества. Ну, то есть, объемники. Это первый вариант. А второй вариант, который я прям хочу здесь реализовать. Вы знаете, я в себе открыл талант танцора с какого-то того года. И я хочу поставить, короче, вот здесь эту лазерную. Потом вон в том углу лазерную и вон там лазерную. И когда я ее будешь включать, это все будет проецироваться вот здесь в зале. И у нас тут будет такой прям движ, короче, движ-миш. Я думаю, будет прикольно. Ну, в совокупности еще с объемниками. Ну, то есть, короче, эти угловые мои розетки, я думаю, что не буду стоять незадействованными. А теперь кухня. Суть какая? Я сделал проходной выключатель. Он у меня вот здесь включает. Вот тут. Нет, вон там. Вон там выключает. Вот там. Черный ход. Ну, розетки стандартно. Духовка от холодоса, от духовки, от микроволны, от посудомойки. Также еще говорят, от измельчителя и от кофемашины надо делать свои адреса. То есть, это провод, который идет до счетчика напрямую, не рвется в распаечной коробке. Ребята, учтите это. В фартуке они имеют свой адрес один. То есть, они в распайку соединяются, но они идут прямо вот на фартуке. Они будут называться фартук. Это духовка. Она у меня идет сечением. А, кстати, вот на нее я кинул сечение. Этого не нужно было делать, но я, тем не менее, кинул сечение 3х4. На микроволну я кинул 2,5х3 сечение. На фартуке, понятно, здесь у меня идет 2,5х3 также. Но еще я решил сюда ввести подсветку. То есть, еще будет одна включатель подсветка под фарточного вот этого пространства, рабочего пространства. Также, как всегда, я сделал на окне. Это прямо у меня обязательно для иллюминации, для каких-то еще целей. И от нее я еще шлейфом кинул вот сюда розетку. Не знаю пока для чего, но я думаю, всегда найдется для нее задача. Я считаю, это очень правильное выражение, которое мне когда-то сказали. Много розеток не бывает. И это действительно так. Так, ну вот для холодоса вот здесь у меня идет. Тут будет холодос стоять. Наверное, которым из города потом привезем двухстворчатый. А, да, еще у нас была большая проблема. Короче, моя жена, любимая, говорит, Денис, а нет, я ее как-то подзываю, говорю, дорогая, я, короче, сделал умную вещь. Я вот здесь у нас ввел ITP. Здесь же я сделал антенный выход. И тут у нас будет стоять телевизор вот таким углом, чтобы мы могли его с того места, где у нас будет обеденный стол, видеть телевизор. Отсюда с дивана будет хорошо его видно. Ну вот давайте с вами пройдем, посмотрим. То есть вот я на диване сижу, и мне его классно видно. Она говорит, Денис, ну, короче, только лошпеки ставят телевизор вот таким углом, к нему неудобно подходить, его неудобно протирать. Телевизор надо вешать сюда. Мы провели соцопрос между родственниками. Они сказали, да, супруга всегда права, мужик никогда не прав, мужик работает, женщина решает. Пришлось мне сделать так. Ну, что поделаешь, женщины решили. И, кстати, я уже, в принципе, с этим смирился. Но мне пришлось из-за этого долбить вот эту стену, подпорную, несущую мою подпорку. Ну, в ней очень много бетона, и я не волнуюсь, что здесь будет небольшое отверстие под розетки, поэтому не страшно. Короче, тут придется еще один телек вешать скорее. Я уверен, что он здесь просто необходим. Тем более, вон в той части у меня будет соединение всех, как оно называется, вай-фаев, короче, разветвителей антенны и всякой остальной вот этой технологической фигни. Почему я не хочу это прятать в подсобку? Потому что здесь очень удобное место. Этот вай-фай будет в центре комнаты, прям в середине дома. Он будет раздавать, получается, на второй этаж хватать. Ну, я думаю, что он прям вот, ну, рядом вот с комнатами, да, раз он в потолке. И будет давать вот на все это пространство одного роутера, мне будет вполне достаточно. Поэтому решил так. Так, дальше моя задача. Сегодня я что делаю? Дотягиваю стены до конца клеем, вклеиваю туда сеточку, и мы с вами начинаем ставить маяки. И начало штукатурки. Друзья, я очень рад был вас сегодня видеть. Простите, что у меня такой небольшой ролик. Мне сейчас очень сложно монтировать, потому что я бываю очень редко дома у компьютера, поэтому вот такой прям безмонтажный ролик я вам выставляю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за нашими обновлениями. Я очень рад, что вы поддерживаете меня, очень рад, что вы со мной. Спасибо вам большое. Мы команда. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok